Говорит Радио Свобода у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» посвящен двум выставкам в Праге и Москве. Около родины художника Хаима Сокола на открытии выставки «Россия без времени» две молодые посетительницы спорили, какой из изгибов побережья на карте можно считать Крымом. Отсутствие Сахалинской и Калининградской областей, нашитых из напоминающих половые тряпки лоскутах ткани, их не смущало. Карта была создана в 2011 году и непонятно, намеренно ли на ней нет упомянутых территорий или это произошло из чисто практических соображений. Развесить одно полотнище на стене галереи проще, чем несколько кусочков. Один из организаторов выставки Антон Литвин считает, что карту Сокола невозможно было бы показать сегодня в России. На выставке, проходящей в Центре современного искусства ДОКС, побывала Александра Вагнер. Кураторы, открывшиеся в Пражской галерее ДОКС, выставки пишут, при выборе того, что хотелось показать, сознательно игнорировались политические темы и выразительные средства художественного активизма. Гораздо важнее казалось представить русское искусство за почти 70 лет. В списке более 40 имен от Леонозовской группы Оскар Рабин, Лидия Мастеркова, Владимир Немухин и московских концептуалистов Елена Елагина, Илья Кабаков, Виктор Пивоваров, Дмитрий Пригов до современных художников, выросших после распада СССР, Артем Лоскутов, Полина Сурового. Но заявленное игнорирование политического, кажется, не получилось. Уходящие вдаль военные грузовики на видеогруппе «Синий суп» вызывают ассоциации с Донбассом, где такие же машины пересекали границу за пределами официальных пограничных переходов. Шуточный цикл Виктора Пивоварова «Свидетельство современников» – деконструкция советских мифов о политике, десакрализация отношения советских граждан к Ленину и Сталину. А фильм «Полупроводник Олега Маврамати» превращает мечту увидеть паровоз Иосиф Сталин в опыт на грани иреального. Один из кураторов выставки «Россия без времени» словистый историк авангарда Томаш Гланц поясняет. Наш рабочий тезис состоит в таком впечатлении, что проблемы со временем и с рефлексией исторического времени в сочетании индивидуального и общественного времени являются в современном искусстве в России некий вызов или проблему, что многие художники к этим темам обращаются и что они ищут в них то ли какой-то парадокс, то ли важный для них вопрос, то ли проблему. И это находит самые разные формы выражения в отдельных работах. Для меня, если выбрать одну такую простую метафору, то можно обратить внимание на достаточно известное произведение художественной группы «Синий суп», которая представляет такую видеозапись грузовиков, которые едут в бесконечном ритме, соответственно, в работе эшелон, который никогда не заканчивается. Такой момент бесконечности, который одновременно и производит некое пугающее впечатление. И, с другой стороны, время человеческой жизни, время земное с каким-то временем неземным, с какой-то вечностью, которая может быть и пугающей, и возвышенной. Вы говорите, что русские художники к этой теме без времени постоянно обращаются. Почему, по вашему мнению, это происходит? Я думаю, что даже те художники, которые не считают себя какими-то ангаритическими или политическими, что они очень чувствительно реагируют на то, что происходит в России, они могут, конечно, не замечать на уровне символов, на уровне идеологии, на уровне переосмысления недавней истории. В России происходят достаточно жестокие манипуляции временем, его знаками, его оттенкой. Это, конечно, происходит везде, но кажется, что все-таки в теперешних обстоятельствах в России это происходит как-то особенно целеустремленно. Причем эта цель, она может меняться. Это не одна цель, не одна идеология. Это целый набор каких-то попыток по-разному отнестись к советскому прошлому, и к царскому прошлому, и к древнерусскому прошлому. И мне кажется, что художники на эти явления могут отреагировать очень четким способом, и мы попытаемся некоторые случаи таких четких заявлений показать на нашей выставке. Можно увидеть в коллажах Анатолия Брусиловского. Это 80-х годов, это очень наглядно. Он в этих коллажах задает вопрос, насколько, скажем, советские знаки отчитаются со знаками античности, насколько время Ельцина становится некой карикатурой прошлого, с какими историческими линиями оно связано. Это художественные работы, которые реагируют на те процессы, которые происходили с оттенкой последнего царя Николая II, который прошел такой идеологический путь от проклинаемого монарха к святому. То же самое касается и других исторических персонажей. Конечно, Ленина, его связи с одной стороны с тоталитарными вождями XX века, которые представляют самое страшное, о чем мы помним, смотря назад на XX век. И с другой стороны, этот Ленин, он же и сегодня является частью общественного пространства в России. Его памятники, улицы, названия, все осталось. Это переосмысление прошлого, его интерпретация. Они в России являются особенно амбивалентными и проходящими особенно четкий какой-то идеологический процесс. Или как раз отсутствие переосмысления, как это в случае многих памятников, которые как раз застряли во времени. И об этих Дзержинских и Кировых как бы нет однозначной точки зрения, что касается их оценки и последствий этой оценки на, скажем, то, как названы улицы, как строится школьная программа. Это явление общественное. Мы не хотим напрямую связывать с областью искусства. Вы пишете в аннотации к выставке, что все то, что вы сейчас описали, и вот эта манипуляция с прошлым, и попытка его интерпретировать по-новому, ведет в конечном итоге к самоизоляции. Что под этим подразумевается в контексте искусства? Почему вы так считаете? Один из вопросов, который мне кажется достаточно актуальным в современном искусстве в России, это по-прежнему его связь с тем, что происходит в других частях мира. Мы, с одной стороны, наблюдаем за очень бурным развитием и самого художественного процесса, и выставок, и институций, и самого разного рода биенали в самой России. С другой стороны, по-прежнему, это связь с процессом и в Западной Европе, и в Соединенных Штатах, и на каких-то глобальных площадках. Она неоднозначна. Это искусство не всегда понятно, не всегда воспринимается на одном уровне с художниками, которые работают в Британии, Германии, Франции, в Соединенных Штатах. И это на уровне художественного процесса. Мы тоже эту выставку привозим в Прагу. Она, конечно, была бы другой, если бы состоялась где-нибудь в Московском музее современного искусства. Это не так, она за границей. И мы как раз утверждаем, что эти художники являются абсолютно понятными и глобальными своим способом художественного выражения. Это один уровень с оппозицией каких-то открытых связей и изоляции. Вот такая постановка вопроса. Но другая постановка вопроса – это изоляция самой России с точки зрения именно этих странных процедур, которые происходят со временем. Это тоже вопрос, который у нас нет какого-то однозначного ответа, но который, как нам кажется, художники тоже себе задают, насколько Россия в некоторых своих проявлениях отрывается от остального нет и утверждает, что в ней какие-то особые законы, особые ценности. Это является частью и культурного сознания, и политической идеологии. Вот такие разницы о том, насколько в России вообще хотят утверждать, что нет особой разницы между подходом к разным родоявлениям там и, скажем, в Западной Европе. Это вопрос очень древний, но он в современных обстоятельствах приобретает всегда новую какую-то актуальность и остроту. Говорил куратор выставки «Россия без времени» словистый историк Томаш Гланц. С ним беседовала Александра Вагнер. В Праге цензуры нет вот уже 30 лет со времен Бархатной революции, а в Москву политическая цензура возвращается. С ней столкнулся графический дизайнер, театральный художник и плакатист Евгений Добровинский, которому настойчиво не рекомендовали включать работы на политические темы в экспозицию его персональной выставки, которая проходит в Бахрушинском музее. Плакаты, посвященные спецслужбам, РПЦ и Владимиру Путину, не только не были допущены до экспозиции, но и изъяты из макета каталога выставки, приуроченной к 75-летию художника. Перечисление регалий Евгения Добровинского может занять несколько страниц. Первый гран-при на Международный биеннале графического дизайна он получил еще в 1974 году. С тех пор Добровинский нарисовал десятки работ, получавших самые престижные международные награды, работал и продолжает работать в российских театрах, занимается книжным дизайном, рекламой, несмотря на солидный возраст преподает в собственной школе каллиграфии. Добровинский – член трех российских художественных союзов, Союза дизайнеров, Союза художников России и Союза театральных деятелей. Выставка в Бахрушинском музее – редкое событие. У Евгения Добровинского, несмотря на его титулы, было буквально несколько персональных выставок. Тем обиднее, говорит он, было впервые в жизни фактически столкнуться с цензурой. Тот факт, что эта чаша миновала его до сих пор, Добровинский связывает с тем, что плакаты на политические и социальные темы раньше предпочитал публиковать лишь в собственном Фейсбуке, где художник давно достиг максимума в пять тысяч друзей и имеет более 1400 подписчиков. Директор Бахрушинского музея Дмитрий Родионов не ответил на отправленное «Радио Свобода» по электронной почте письмо с вопросом о том, почему Евгению Добровинскому было не рекомендовано включать в экспозицию несколько своих плакатов. В ответ на телефонный звонок секретарь Родионова ответила «Радио Свобода», что тот находится в командировке. Вот что Евгений Добровинский рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Марку Крутову. Мне 75 лет исполнилось летом этого года, в июле, и намечалось, что выставка откроется в день моего 75-летия, 30 июля. Уже несколько месяцев оставалось, я готовился. Потом мне позвонили, сказали, что выставка не может быть в эти сроки, назначили какие-то другие сроки. Ну, в принципе, не страшно, хотя и обидно, вы понимаете. Я нашел другой зал, устроил там такую выставочку. Дело в том, что у меня дочь шестилетняя, которая родилась со мной в один день, и мы устроили такую симпатичную выставку совместную, такую шутку. Потом откладывалось несколько раз по каким-то причинам, зачем-то им нужен был зал. Ну, это меня не касается, но это все было не очень приятно. Я один из самых таких, ну, точно, может быть, самый старый из действующих плакатиста. Я активно занимаюсь политическим плакатом. Это называю социальным плакатом. То есть реагирую на то, что в нашей бедной стране происходит. Публикую это в Фейсбуке. Ну, это все как-то так проходило. Мою выставку, собственно, курировала. Инна Мерзоян – это куратор в связи театральных деятелей. Я, помимо того, что я плакатист и каллиграф, я еще и главный художник у Левитина, в театре Левитина, в театре Эрмитаж. И состою в Союзе театральных деятелей, помимо Союза художников и Союза дизайнеров. Ну, вот, значит, я готовлюсь уже к другому времени. Потом еще раз переносить, я готовлюсь к другому времени. Поскольку у меня очень острые есть плакаты, вы видели, да, я специально публиковал плакаты, которые не разрешено было. А не разрешил просто директор, очень просто. Он, вообще-то, милый человек, я его знаю сто лет. Мы, понимая, потому что подготовка к выставке осуществлялась еще, ну, было сложно, поскольку хорошо отпечатанных плакатов не было. Они были все или в компьютере, такие или очистки, не очень хорошие. И нам нужно было печатать их. Поэтому нужно было точно знать, что будет повешено, что нет. И мы, для подстраховки, ему предоставили куратор этой выставки, пошла к нему, но ей, ну, как сказать, не порекомендовал. Я при этом не присутствовал, но я и не протестовал, потому что я отлично понимал, что если я не выну эти плакаты... Кстати говоря, те, которые я опубликовал, это еще не самые острые. Там были еще более жесткие вещи. Вот. Я их убрал, но я считаю, что несправедливо, если публика их не увидит, и поэтому я... Многие боятся такие вещи делать, а я, ну, как сказать, в таком возрасте стыдно бояться. Вернее, я боюсь и делаю, потому что, ну, как сказать, я считаю, что если приходит мысль, и я ее сделал, я обязан это показать. Вот, собственно, такая философия простая. Вам передали отказ выставлять эти работы через куратора, или вам лично директор звонил, как-то объяснял? Через куратора, да. А как он мотивировал это? Нет, через куратора. Кроме того, там выходил каталог, и в каталог тоже кое-какие. У него уже меньше работы были. Ну, соответственно, те тоже не попали, но и кое-какие из каталога были изъяты пять работ. Макет готовит музей. Вот, я вместе с верстальщиком из музея готовил каталог. Когда каталог был сверстан, его визирует директор, и в процессе визирования директор очень мягко и аккуратно сообщил мне, что вот эти работы лучше убрать, иначе он не завизирует. Это было еще до того, как стало понятно, что и выставлены они тоже не будут? До того, конечно. Вы тогда уже поняли, наверное, да, что этих работ зрители не увидят, этих плакатов? Ну, да. Вообще в вашей долгой карьере что-то подобное бывало? Нет. Ну, дело в том, что я их физически не выставлял. Они существовали в сети. Я их не печатал. Негде было выставлять. Как-то не получалось. Это такая тягомотина делать выставки всегда. И я так много работаю, что я... Как-то выставок у меня мало. Это просто я решил, что мне 75, я уже не очень хорошо себя чувствую. 75-летие я сделал две выставки. Сейчас будет третье. Это связано с моими еврейскими делами. Я выставляю их на ярмарке Монфикшн. Я в пресс-центре выставляю 23 плаката, посвященные еврейскому шрифту. Я довольно хорошо знаю эту сторону дела. И 23 больших плаката, посвященные буквам израильского алфавита. Вернее, ивритского алфавита. Вполне приличные, непостыдные. Да я их делал для израильского посольства. Скажите, пожалуйста, Евгений Максович, какие чувства вы испытали в связи с тем, что вам не дали эти работы показать? Я же понимаю, что этот директор очень милый человек, такой тихий, скромный. Я его давно знаю. Он боится за свою должность. Я же понимаю все. Вот. А какие чувства? Конечно, гадко. Что тут скажешь? Но вы знаете, у меня 5000 уже друзей, и сколько-то подписчиков. Не знаю даже сколько. Вот. И они получают информацию от меня. Все-все-все. И такое количество зрителей мне вполне достаточно. Мне не нужны особенно выставки. Вот сейчас я сделал несколько выставок, они меня подкосили. Я лежу больно. Для меня сеть – это замечательная вещь. Я с самого начала Фейсбука я там. И благословляю этот способ выставляться. Запретили плакаты, посвященные именно Путину, РПЦ, спецслужбам? Нет, ну там же Путина, в общем, ну мало. Там один плакат, ну, посвященный органам, посвященный архипелагу ГУЛАГ. Кстати, плакат, посвященный архипелагу ГУЛАГ, вот этот со Сталиным с крестами в усах. Этот плакат просто получил главный приз на геннале «Золотой пчелы». Он висел там. Он там висел. То есть это все неоднородно. Это все какие-то мелкие инициативки и страхи людей, которые стараются вот как бы чего ни случилось. Может, никто бы не обратил внимания на эту выставку. Ну что, это небольшая выставка, 50 плакатов. Ну, она, может быть, большая. Редко кто может выставить 50 качественных плакатов сейчас. Ну, на мой взгляд, сейчас плакат задушен настоящими еще вот этими обстоятельствами. Все там занимаются какими-то красивыми картинками, печатают их крупно, называют это плакатами. Ну, вы видели мои плакаты, и знаете, о чем я говорю? Вот то, что я делаю, это настоящий плакат. Это не бахвальство. Не бахвальство, потому что я имею такое количество международных наград, что это уже не мое мнение. Я просто говорю о том, что плакаты эти качественные, они ясные, они говорят ясным языком, они точно отражают то, что я думаю. А я считаю, раз я думаю, я придумал плакат, пускай люди увидят. Я понимаю, что плакаты ваши, в общем, говорят сами за себя о том, что вы думаете о происходящем в России, но если попросить вас сформулировать это словами для наших слушателей, что бы вы сказали? А что словами? Мерзко? Я не знаю. Мне проще нарисовать. Я же родился в 44-м году. Я еще при Сталине пошел в школу. То есть я просмотрел все стадии развития. Ну, как бы, да, я при Ленине только не жил, да. А при Сталине я уже жил. И довольно много. Я помню, как я был, по-моему, когда в 53-м году, думаю, умер, ну что, в 2-м, в 3-м классе. Нас выстрелили на линейке. И учительница ей сказала, умер Сталин, и заплакала. И мы все зарыдали. Это была начальная школа, такое одноэтажное здание в городе Симферополь на окраине. Вот. Я это прекрасно помню все. Ну, и потом все эти перипетии, и Хрущев, и Брежнев, и вся эта история. Вы понимаете, вроде было как бы жестче в советские времена, но почему-то не было так гадко. Вот у меня одно слово – гадость, мерзость. Вот у меня ощущение какой-то гадливости и мерзости от этого всего. Когда вы последний раз сталкивались с цензурой в таком виде? Да вы знаете, нет, потому что я особенно не выхожу за пределы интернета. Нет, я не сталкивался, не было такого. Да и это, вы понимаете, это не было агрессивно, что если вы там не снимете, мы вас того. Нет, это было мягко сделано. Но я понял, да я и не стал бы спорить. Серьезно, ну что, это вот гадость и мерзость. Я стараюсь, с одной стороны, я это делаю, но я понимаю, что это может кончиться разным способом. Да, особенно сейчас, с этими иностранными агентами и прочим, и прочим. Но, если сформулировать, я боюсь, но я должен, я считаю. Потому что лучше меня, я опять нескромно говорю, таким языком никто не скажет. Ну, вы теперь тоже иностранный агент с этой минуты? Да, конечно. Следующий шаг – это враг народа. Это очень логично. Сначала организации, НКО – иностранные агенты, потом люди – иностранные агенты, а потом организация – враг народа и человек – враг народа. И все, мы туда едем. То есть вы сталинские времена вспоминаете сейчас все чаще и чаще? Я вспоминаю их некоторой нежностью, удивительной для самого себя. Я серьезно говорю. Может быть, это возраст, у меня ощущения очень неблагоприятные, так сказать, от перспективы, какие-то очень мрачные, от перспективы того, что будет с нами, да. Я понимаю, этот вопрос совершенно неуместен, возможно, но вы как коренной крымчанин, как вы восприняли события 2014 года? Да, я еще и крымчанин, да. Вы знаете, когда это случилось, я был просто в ужасе. И что дальше началось вот это безднование на эту тему. Дело в том, что я с Крымом очень связан. У меня там сестра, в общем, вся родня, немногочисленная, оставшаяся после Холокоста. Семья попала очень сильно под Холокост, потому что жили на Западной Украине. Вернее, не на Западной, а, ну, как бы, ну, на той стороне Днепра, из Винницкой области семейства. И я хочу сказать, что то, что с Крымом происходило и происходит, ну, сейчас как-то это ослабо, уже надоело всем, осточертело эта вся фигня. И я с Крымом связан еще был потому, что я туда регулярно возил. Я преподаватель еще, у меня своя собственная школа каллиграфии, я преподавал, сейчас уже не преподаю, просто сил не хватает. Я преподавал и в полиграфическом институте, который я сам окончил, и в Британской высшей школе дизайна, я, собственно, там лечислюсь еще преподавателем, там консультирую еще в других институтах, ну, в общем, много. И я собирал группы и возил их в Крым, и в Крыму мы работали. Мы рисовали, мы занимались всякими философскими вещами, связанными с искусством в широком смысле. И когда это случилось, я сказал, все, стоп. Я больше никакой деятельности в Крыму вести не буду, и в 2014 году я это прекратил. Ну, езжу туда, ну, к сестре, а сестра больная, ей 81 год, ее навещаю. Вот, собственно, и все. Что сказать? Тоже ощущение лжи. Да, еще очень хорошее слово «ложь», которое тоже многое объясняет. Ложь и гадость, ну, и воровство, ну, это как бы все исходники. Просто во всех видах. Ее можно там в разные стороны раскрыть скобки и еще что-то. Ну, просто мерзко хочется к этому не прикасаться. Вот двойственное ощущение. С одной стороны, хочется как бы от этого уйти. Ну, там, я рисую там обнаженных моделей или какие-то пейзажи. Я еще, ну, как художник, может быть, я меньше времени этому уделяю, чем мог бы, поскольку я, прежде всего, конечно, дизайнер графически. Но я рисующий человек, и можно было бы уйти, как мне многие говорят. Ну, чего ты? Чего тебе больше всех надо? Рисуй себе. Вон, ходи на пленэр там. У меня много работ такого еще рода. Я просто так их не выставляю. Вот иногда продаю, но редко сейчас я, в принципе, там дарю и так далее. И многие, кстати говоря, таким образом уходят от действительности и там как-то пересиживают. Ну, сколько уж можно пересиживать? У меня времени нет пересиживать, а какие-то идеи есть, и я считаю, что вот это вот и получается. Я не властен. Извините, что я себя не сравниваю, но я думаю, что Мандельштам хорошо понимал, что он делает, когда он писал «Мы живем под собой, ничего, страны», да? Он отлично понимал, что будет гипотетически после этого всего. Но он это делал не потому, что он был бесстрашным, я думаю, а потому что у него родилось это стихотворение, он считал, что оно родилось. Вот и все. Я все время об этом вспоминаю, и это для меня образец настоящего художника. На вопросы Марка Крутова отвечал художник Евгений Добровинский. Выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы подошел к концу. Над ним работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова что будет от этих прорывов, извините. Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. У нас просто обида – это инструмент власти. Хотя есть, конечно, какие-то писки в соцсетях. И я иногда сама бываю этим пищащим. В основном это еще один инструмент власти. Первый выход в эфир по средам в 18 часов после новостей. На средних волнах в 21 час. Берите с собой в дорогу. Радио «Свобода». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова